Ребята, это небольшая экскурсия. Пусть будет по Казани-арене, где пел Димаш Кудайберген. Значит, сегодня вот на этой буквально сцене. Пока меня не выгнали, можно немножко погуляться и посмотреть, что здесь вообще. Собирают палочки. Еще раз говорю, потрясно, потрясно. Димаш меня потряс во всех смыслах этого слова. Это реально нужно услышать один раз, чем сто раз об этом говорить или это видеть. Это потрясающе, просто потрясающе. Это фантастика, это фантастика. Здесь идет монтаж всего оборудования, которое было на период того, пока вступления были, пока пели. Значит, вот так вот здесь все это происходило. Вот видите, все мокрое, потому что был дождь. Отсюда видно вот трибуны. Мы можем подняться с вами на сцену. Вот она, значит, этот небольшой бэкстейдж сделаем. Здесь разного рода оборудования. Вот видите, работают телевизионщики. Это страшно сложная профессия. Значит, и самое главное, что, конечно, организовать такое шоу, это просто фантастика. Это очень круто. Вот видите, камеры висят. Это та камера, которая ездила и показывала нам, что здесь было. Вот здесь поднимался Димаш Кудайберген. А, нет, он пришел с той стороны. Он пришел с той стороны. Вот. И, значит, вот здесь было награждение. Moral Skills. Значит, а вот здесь пел Димаш. Вот смотрите, пожалуйста, вот на этой штуке. Он стоял. Вот она крутилась. Он пел, а вот оттуда он пришел. Получается. Вот эта сцена, где он уже пал. Здесь было награждение. И вот отсюда, фактически, можно сказать, было видно то, как ветер наклеен какие-то штуки. Было видно, как люди, в общем-то говоря, поют. Вот сцена у нас с вами. Там была передача. То есть это такое закулисье небольшое. Вот здесь, вот на этой сцене пел Димаш. Вот здесь вот он стоял. Вот на этой вращающей штуке. Она вокруг своей оси вращалась. Вот так вот он видел зрительный зал. Когда пел. Посмотрите, великолепный, конечно. Здесь много людей. Это все телевизионщики, которые делали это шоу. Волонтерники. Все те, кто делал это шоу. Значит, вот здесь суфлер. Посмотрите, что у вас только будет. Значит, вот здесь все сейчас будут сфотографироваться. И как раз организаторы, кто организовал концерт. Очень здорово, что можно посмотреть. Можно пройтись. Посмотреть, куда дальше не пускают. Потому что там уже ближе к месту, где передавали все это дело. Здесь туда вот как раз организаторы. Здесь вот, в принципе, он уже вот здесь вот сидел. Там будет. Значит, вот, что они говорят. Вот такой вот небольшой закулисье. Можно посмотреть. Вот сейчас будут фотографироваться. Видите, все участники. Это все участники, которые принимали участие в том, чтобы состоялся этот великолепный концерт. Здорово. Ну вот, это уже вообще святая святых, можно сказать. Здесь сидели волонтеры. Здесь сидели волонтеры. Значит, сцена еще раз. Значит, и вот WorldSkills 2019, где играл маэстро Игорь Крутой. Вот, видимо, с вами попали святая святых, но, значит, здесь телевизионное оборудование монтирует. Ну, мы с вами сюда попали, вроде как, знаете, как участники. На самом деле мы не участники. Я там сказал, что мы участники. Витвуэния. Витвуэния. Вот, то есть, видите, сидел. Оркестр. Оркестр. Да, наверное, это будет. Приеду нам собрать оркестр. Вот WorldSkills. Ого. Ого. Ребят, я старик, мы там поразали. Остальные. Зайдите. Конечно. Это с совершенно другой стороны, не была передача. Видео, флаги. И вот, ребята, смотрите, самое главное здесь флаги. Флаги, это как раз самое-самое место. Посмотрите, вот Казань в 2019. Видит, сердце. Самое-самое сокровенное место. Посмотрите, это, можно сказать, можно сказать, мы в самом сокровенном месте находимся. Почему? Потому что мы зашли. Это вот флаги, которые несли конкурсанты WorldSkills. Значит, и вот они группы WorldSkills. И здесь вот только организаторы. Те, кто выиграл, те, кто победил, те, кто проводил мероприятия. Внутри будут, значит, журналисты. Значит, с той стороны флаги. Пойдем с той стороны тоже посмотрим. Вот рояль, на котором выиграл Роя Стригарь Крутой. Молодец. 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 Все флаги. Ну, здесь оркестр сидел, который играл, собственно говоря, обеспечивая музыку. Вот отсюда вот так вот. Здесь, кстати, находилась Голиково. Еще здесь передавали Шанхаю. Шанхаю передавали здесь и эстафету. Так что вот такие дела. Пойдем теперь сюда. Здесь ужасно скользко, потому что прошел дождь. Ужасно скользко, главное не упасть. Главное не упасть. Сейчас мы попробуем пройти по правой стороне. Именно по той стороне, где заходил на сцену Димаш Кудайберген. Вот мы идем по этой стороне. Значит, я сейчас вам покажу, обернусь. Я вам здесь покажу, обернусь. Вот эта сторона. Здесь проходили люди, заходили. Значит, и вот туда можно было попасть на сцену. Вот она сцена, где он пел. И сейчас мы пройдем туда. И можем попасть прямо на сцену выйти. Вот мы с вами идем по той стороне, где, значит, шли все, кто исполнял сегодня песни. В том числе Димаш Кудайберген. Еще раз покажу. Вот оркестр. Вот буковки WorldSkills Казань. И вот сама сцена. Вот здесь можно было зайти на сцену. Значит, и вот здесь Димаш заходил на сцену и пел. Давайте поснимаем, посмотрим, пока нас всех не выгнали отсюда. Значит, вот здесь какая-то группа еще осталась. Наверное, это те, кому передавали, может быть. Напомню, это после концерта, что происходило, что происходит здесь. Посмотрим, смотрите, здесь собираются люди. Теперь это видно. Поехали. И я пойду на это дело, здесь мы увидим вот эти интересные сианы всякие, а вон там, значит, как раз по месту, где стоял Димаш. Вот здесь, поэтому здесь уходили все артисты, в том числе Димаш, он здесь немножко задержался, значит, и, собственно говоря, вот здесь тоже сидели волонтеры. Ну и вот здесь сцена крутилась, и он пел, значит, вот мы сидели там, и, конечно, приближение нужно было приближать, не совсем, может быть, четко точно что-то получилось, не совсем, может быть, что-то четко и точно получилось, значит, снять. Снять, почему? Потому что на самом деле далековато было, но надо отдать должное аппарату под названием iPhone XS Max, потому что при том, что такое далекое расстояние, несмотря на это, все равно, значит, удалось, ну, с помощью экрана в том числе, но все равно снять. Ну, великолепно, великолепно абсолютно, еще раз говорю, четыре песни, «Лебеди», «Олимпика», еще две песни, я не помню, вот, хоть убей, не помню название, вот, «Мадемуазель Хайт», да, по-моему, была еще, и я у меня просто настолько, это, одна новая, да, первая была новая, посвященная, вот именно, да, правильно, я просто настолько, я был воодушевлен, что я просто на самом деле, я был потрясен вообще этим. Исполнением, это просто было фантастически, это было, ну, это было просто невероятно, на самом деле, это, я считаю, что это, ну, очень, очень классное исполнение. Здесь вот мы с вами сейчас выходим, на самом деле, через тот вход, который вообще, я не знаю, можно ли выходить, потому что здесь служебные входы, здесь дежурит скорая. В общем-то, здесь мы не заходили, техническая зона здесь написана, а там стоят сотрудники полиции, которые, в общем-то говоря, могут потребовать какой-то у нас пропуск или еще что-то, или спросить, почему мы здесь, собственно говоря, вообще ведем видеосъемку, и что мы снимаем вообще. Ну, мы тогда скажем, что мы, что мы, кто мы? Да никто мы просто, люди обычные. Вот стоит, так сказать, мы же не снимаем никого, мы снимаем только себя. Ну вот, ребята, концерт закончился, очень было круто, поэтому, что еще сказать, круто было, конечно, сходить, на высшем уровне все сделано, все прям, и самое главное, что и пропустили, досмотрели, все быстро, все профессионально, все очень здорово, все круто вообще было. Вот, погодка испортилась, холодно, сейчас придем домой, да, слава богу, у нас здесь дома есть, вы не поверьте, сауна, поэтому мы все хотели устроить банную вечеринку, и вот сейчас мы ее устроим, видимо, но она будет не банная вечеринка, а просто, наверное, банным вечером, когда мы просто-напросто сядем и будем сидеть в сауне и греться. В общем, что я могу сказать, встану под вывеску, не под вывеску, а вот под флажок Russia, и скажу вам одно, что концерт фантастический, все, ребята, отбой, всем пока, до встречи.